На Яндекс.Дзене вышла такая статья 3 декабря. Значит, такой заголовок, интересно. Пора кричать Николая на царство. Подойдёт ли Николай Цискоридзе на роль директора Большого театра? Написала это моя Полина. Так, что же говорится? В медийном пространстве перед Новым годом горячо обсуждают, может Николай Максимович Цискоридзе возглавить Большой театр нашей страны? Да, и он сам много охотно раздаёт интервью на эту тему. Если быть точнее, он смело критикует нынешнюю хунту недорослей и неучей от культуры, а точнее одного человека, который ни певица, ни балерина, ни музыкант руководит самым главным театром мира. Если все говорят об этом, то и я не удержалась. Хочу обрисовать все плюсы и минусы этого возможного будущего назначения. Так советуют психологи, когда у семейной пары разладились отношения, взять листок и каждому из супругов написать положительные и отрицательные стороны своей второй половины, а потом выбрать, что перевешивает. Плюсы Цискоридзе Как будущего руководителя главного театра мира Первое. Когда в СССР назначили руководителя, смотрели на прошлые заслуги претендентов. С этой точки зрения все просто. Не один плюс, а на большую тележку. Талантливый артист балета, премьер Большого театра, 21 год. Народный лауреат можно перечислять бесконечно. Второе. Смотрели, есть ли опыт руководящей работы. Семь лет возглавляет одной из главных житниц и кузнец российского балета – Академию русского балета имени Вагановой. На посту ректора, по уверениям, его коллектива успешно, во всяком случае, за это его особо никто не критикует, как говорили в СССР, крепкий хозяйственник. Третье. Смотрели на личные характеристики. Здесь тоже все хорошо. Очень умный, разносторонний, эрудированный человек. Любит и знает оперу. Много читает. Что касается его личной жизни, он женат на своей работе. Да, еще любит животных. Что тоже его характеризует с хорошей стороны. Четвертое. Часто выбирали между человеком со стороны и тем, кого воспитали в своем коллективе. Здесь трудно сказать, что Николай Максимович – сторонний наблюдатель или человек Большого театра. Театр – это не только название, это огромный коллектив единомышленников. На этом все. В следующем ролике будет о минусах.